Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите программу «Время говорить. Обзор событий этого дня». Сегодняшние главные темы в кратком изложении выглядят следующим образом. Вагонные споры – последнее дело. Стало известно о новом происшествии на Аризанском нефтезаводе. Вновь предметом тревоги стали сошедшие с рельсов цистерны. Поговори хоть ты со мной. Горожане одобряют появление на улицах агитационной машины ГИБДД. А теперь об этом и не только более подробно. Сегодня Роснефть распространила известие о новом ЧП на Аризанском нефтезаводе. Дело вновь касается схода с рельсов железнодорожных цистерн. Оказывается, утром понедельника при подаче состава из 10 вагонов цистерн под заправку с жиженным газом одна из них, а также тележка другой, сошли с пути истинного. Как сообщает нефтяное ведомство, состав наехал на устройство, известное в просторечии как башмак. Команду на остановку поезда перед ним якобы должен был дать представитель железной дороги. Составитель поезда, который в тот момент находился на подножке первого вагона цистерны. Жертв пострадавших и возгораний нет. Напомним, менее недели тому назад Рязань с тревогой наблюдал дым над нефтезаводом. Пожар начался после столкновения цистерн. Тогда Роснефть сообщил, что причиной пожара стал, мягко говоря, промах работников Московской железной дороги, которые нарушили технику безопасности. Путейцы тогда, что называется, отыграли обратно. Дескать, территория не наша, а стало быть и вины нашей нет. Теперь вот в дело вмешался железнодорожный башмак, которого не заметил с подножки цистерны составитель поезда. Честно говоря, не очень-то это удивляет. По статистике, каждая четвертая авария на железной дороге – это сходы с рельсов. А главные причины – физический износ техники и все тоже нарушение правил использования транспорта. Так что в понедельник, получается, безопасность нефтезавода, а может и значительной части города, зависело от зоркости железнодорожника и его способности разглядеть злополучный рельсовый башмак. Он не разглядел, а город вздрогнул. Слава Богу, на следующий день. И только от предположений, что могло бы случиться. Перефразируя знаменитую фразу великого спортивного комментатора Николая Озерова, скажем, такой башмак нам не нужен. Что касается причин аварии 12 февраля, то в этом сейчас разбирается следствие. Сегодня в советском суде Рязани начался судебный процесс по нашумевшему делу об убийстве рязанского студента Александра Дудина. Напомним, это было вечером 9 ноября 12-го года в центре города рядом с театральной площадью. Несколько молодых пареньков после кафешки решили размяться и выплеснуть энергию. Тут вам и выход на проезжую часть, и громкая матерщина, и тыканье в прохожих макетом пистолета. Ну, в общем, геройствовали, как могли, демонстрируя крутизну и удаль. А дальше и случилось то, что случилось. Обвинение в убийстве из хулиганских побуждений было предъявлено одному из шести фигурантов уголовного дела, а именно жителю города Рязани 1995 года рождения. Он также обвиняется в совершении хулиганства группы лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия. Добавим, что обвинение в убийстве предъявлено только одному из нападавших. Остальные, проходившие по менее тяжким статьям, попали под амнистию. Рязанские дорожные полицейские теперь выезжают на городские улицы, вооружившись не только жезлом и протоколом, но и словом, причем весьма громким, а стал быть доступным. Не впервые рязанцы сперва слышат, а потом видят пропагандистскую машину, на которой установлены динамики. Оттуда разносятся призывы соблюдать правила дорожного движения и советы, как это лучше делать, на что обратить внимание в первую очередь и так далее. С этим автомобилем повстречался сегодня на дороге Глеб Галушкин. Неутешительная статистика дорожных происшествий с участием рязанских пешеходов неумолимо растет. Инспекторы ГИБДД говорят, что только за последнюю неделю произошло 7 наездов на людей. Причин несколько. Плохие погодные условия, недостаточная освещенность на некоторых городских улицах. И, конечно, сами пешеходы, которые почему-то, ох, как не любят соблюдать правила дорожного движения. За прошедшую неделю на территории только областного центра произошло 7 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. То есть наезд на пешеходов. И только одно из них на пешеходном переходе. То есть мы видим, что вина пешеходов очевидна, и поэтому всевозможные меры принимаются. Что касается данного автомобиля, то мы будем работать на площадях, где массовое скопление людей. Дорожные инспекторы пытаются с помощью неординарных мер повысить бдительность пешеходов. На площадях и городских улицах они применяют машину, оборудованную динамиками. Громкий и строгий голос диктора призывает граждан соблюдать правила и оберегать тем самым собственные жизни. Уважаемые рязанцы и гости города, госавтоинспекция просит вас соблюдать правила безопасного поведения на дорогах города. Выйдя из автобуса или троллейбуса, не торопитесь перейти дорогу. Обходить транспорт как сзади, так и спереди крайне опасно, а потому недопустимо. Слово всегда действенный метод внушения. И если гражданам вещать истину о простых нормах, которые надо выполнять прямо сейчас, то они, как правило, их выполняют. Потому дорожные инспекторы намерены расширить звуковое присутствие на дорогах и с помощью громкоговорителей, установленных в патрульных автомобилях, повсеместно объяснять народу правила безопасного перехода через дорогу. Правильно сказал как-то некий мудрец. Главный источник всех бед человечества – сами люди, добавим. Особенно те, что мечтают заработать легко, сразу и много. Причем такой вариант чаще всего предоставляется, когда надо чуть-чуть обойти закон. Но здесь, как известно, понятие «чуть-чуть» как раз и не бывает. Не знал этого обитатель Шиловского района, который освоил профессию самого настоящего бутлегера, по-русски говоря, ночного спиртоноса. Рассказывает Наталья Новикова. Пить или не пить – вот в чем вопрос. И где взять, если на дворе ночи спиртное уже не продают? Как оказалось, коммерсанты не дремлют и спешат прийти на помощь. В минувшие выходные в Шиловском районе полицейские задержали злоумышленника, продававшего алкоголь на заказ в ночное время. Задержанный работал по схеме, то есть имел свою определенную базу клиентов и осуществлял реализацию алкогольной продукции после 22.00, привозя продукцию на место заказа. В ходе приведенных мероприятий было изъято более 15 литров алкогольной продукции элитных брендов. Вся продукция была изъята. Нелегальный ночной продавец, конечно же, будет наказан. И хорошо, если от его паленой продукции никто не пострадал. Так что давайте заказывать на дом суши и пиццу, а спиртное, если уж покупать, то легальное и со всеми акцизными марками. Ведь здоровье его точно никто и ниоткуда не привезет. А лучше переходите на здоровый образ жизни. Соки и чай гораздо дешевле, а для здоровья в тысячу раз полезнее. Изобильная выпивка в конце концов губит человека. Еще быстрее это делают алкогольные суррогаты. Каких только недугов от них не фиксируется. Но как горько и несправедливо бывает, когда тяжелые болезни преследуют совсем маленьких. На днях отмечался Международный день детей больных раком. Это не только повод для обсуждения проблем детской онкологии и информирования людей о профилактике лечения. Это еще и дата надежды. Сейчас врачи говорят, что победить рак можно, если не терять ее, заветную, ту самую надежду. Дети болеют раком реже, чем взрослые. Тем не менее, показатель смертности в мире от онкологии у детей на втором месте после несчастных случаев. Почему болеют дети? Ну, здесь несколько причин. Это и генетическая предрасположенность, это врожденные патологии, это тот образ жизни родителей, который они ведут. И когда видишь маму или беременную, так сказать, или молодую маму с сигаретой в одной руке, а с бутылкой пива в другой руке, то, конечно, ничего хорошего от этого не будет. В отличие от взрослых, у детей структура опухолевой ткани очень чувствительна к методам лечения. Поэтому победить онкологию у ребенка легче. При раннем выявлении многие успешно излечиваются. Современное лечение проводится по международным протоколам, программам лечения, разработанным для каждого заболевания. Если раньше диагноз «острый ликоз» был приговором, то сейчас излечивается 8 детей из 10. По большинству опухолей, они примерно на таком же уровне результаты лечения, как и за рубежом. Ну, например, у детей где-то 70% это гемогластозы. Это лейкоз, лимфогналоматоз, это лимфомы. И вот при лейкозах нередко необходима пересадка костного мозга. У нас в стране пересадка костного мозга освоена, но не создан банк неродственного донорского костного мозга. Вот, а за рубежом это и есть. Поэтому некоторые едут туда. Сегодня в России предпринимаются попытки создать банк неродственного донорского костного мозга. Но пока идеи в нашем обществе переживаются с трудом, да и технологии дороги. Однако есть надежда, что ситуацию изменит федеральная программа развития онкологической помощи. На эти цели запланировано 29 миллиардов рублей. На днях в Горьковской библиотеке представляли книгу «Путешествие по Европе» боярина Шереметьева. Среди ее авторов зав. кафедры литературы Рязанского госуниверситета Анна Решетова. Книгу перелистала Ирина Ковалева. Интеллектуальное библиошоу. Именно так в итоге назвали презентацию книги «Путешествие по Европе» боярина Шереметьева. Это уникальное издание готовилось к выходу с 2005 года. И вот, наконец, оно заняло почетное место в одной из самых известных серий издательства «Наука» – «Литературные памятники». Ну а на презентации все желающие получили возможность познакомиться и с данной серией, и с личностью боярина Шереметьева, и, конечно же, с самим изданием, которое представила одна из авторов, заведующая кафедрой литературы Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина, доктор филологических наук Анна Решетова. Во-первых, это уникальная личность, которую ни в коем случае нельзя забывать. Это уникальный текст по самому ряду исторических и филологических причин. И к тому же, когда подобный текст не имеет современного издания, это просто нонсенс для науки, которая может обходить стороной это произведение. Такого просто не должно было быть, такого не могло быть. Поэтому и появилось это современное издание, столь славный текст, славного человека. Данное издание действительно уникально. Оно содержит текст путешествия в четырех редакциях, а также подробнейшие историко-литературные, историко-географические комментарии, статью, посвященную Борису Шереметьеву и массу дополнительных справочных материалов. Несомненно, эта книга будет интересна историкам, филологам, культурологам и всем тем, кто увлекается русской литературой и историей. Также на днях стало известно о том, что сотрудники Рязанского антинаркотического ведомства намерены организовать волонтерское движение, для того, чтобы наладить более качественную и плотную обратную связь с молодыми активистами. Разумеется, такую инициативу нельзя не приветствовать, поскольку именно молодежь становится главным объектом атаки наркодилеров. Некоторые сведения на эту тему у Глеба Галушкина. В принципе, уже сейчас рязанские волонтеры проводят профилактические беседы со школьниками на антинаркотические темы. Однако эти встречи носят периодический характер. Вывести на новый уровень эту важную работу призван создаваемый при областном антинаркотическом ведомстве молодежный волонтерский совет. Вступить в него может любой неравнодушный к этой проблеме горожанин. В этот молодежный совет могут вступить все желающие из 14 лет. Нас найти очень просто. Мы есть в группе ВКонтакте, в Инстаграме, везде, везде, везде. Я повторюсь еще раз, это центр развития добровольчества города Рязани. И мы надеемся, что наша работа будет достаточно продуктивной, потому что совсем недавно у нас прошел круглый стол, на котором мы обсудили план на будущий год. И он достаточно обширный. Основная задача, конечно, молодежного совета, а органы-то будут совещательно консультативные, это выработка и рассмотрение молодежных инициатив и проектов антинаркотической направленности. Естественно, организация поддержки этих проектов, реализация в образовательных учреждениях и вообще среди населения нашего города. А также разработка законодательных, наверное, инициатив, да, перспективных, которые будут способствовать повышению эффективности профилактической работы вообще в нашем городе и регионе. На наш взгляд, создание волонтерского движения при антинаркотическом ведомстве – интересные темы, достойные более полного освещения. А потому сегодня утром записали в студии программы подробности интервью с заместителем начальника регионального управления ФСКН Олегом Андреяшкиным. Ну, а сегодняшнее время говорить у нас с вами закончилось. Итак, не расстаемся. Надолго увидимся в подробностях. Редактор субтитров А.Семкин